Субтитры сделал DimaTorzok Главный сюжет про сундук Пандоры, который мы открываем и не пускайся всякие монстры. Давайте новая игра. Буду играть на лёгком, потому что это хоррор, как-никак. А хорроры мы проходим на лёгком. Ну только если, конечно, это не влияет на какой-то именно жёсткий геймплейные части. Субтитры сделал DimaTorzok Видно, что этот челик хороший взломщик. Если он парольный, типа, в двери, открывает руками. И эту игру я только один раз, помню, проходил очень давно. Но, ну блин, так как это игра с детства, всё-таки... Поэтому, ребята, я примерно знаю сюжет, какие враги будут. Как чё против них работает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну да, пускай так и будет. Ящик Доран наложил клеймо-печать на вашу левую руку. У вас появилась способность поглощать аниме-энергию. Интерфейс будет светиться, когда рядом с вами есть аниме-энергию. Для продолжения нажмите ЕМ. Удержите F, чтобы впитывать аниме-энергию, придяйтесь за индикатором, находящимся сбоку. Аниме-энергия у нас работает как хилл. Если мы удержим, мы с помощью него тратим на то, чтобы удохновить пп. Либо аниме-энергию можно использовать как защитную атаку. Она типа пьё! Отталкивает врагов хиры за нюх дам. Блин, я надеюсь, у меня игра хорошо будет слышна, игру. Я помню, такой фрешак, было так стрёмно проходить эту игру, я вам говорю. Окей, ага. А, тут подыхать. Когда энергии слишком много, у нас просто она будет заполнена. Всё, рушит ОЗА. Для просмотра задача, левый. Сообщение о Вивиан, выберитесь из музея, назад. Если тут не ошибаюсь, да, здесь есть у нас твари, которые вообще находятся внутри. Так, найдена тема, задание. Уходи из музея. Снаряжение. Печать и анима. Печать и анима энергии. Печать дает мне способность высылышивать жизненную силу тварей, когда они погибают. Я могу накапливать эту энергию и использовать её для исцеления своих ран, а также и для чего-то другого. С этим ещё надо разобраться. Печать. Ящик оставил у меня на руке этот ожог. Кажется, что меня бьёт током, или в венах что-то пульсирует, но боль уже проходит. Когда я оказался рядом с этим странным энергетическим сгустком, моя рука начинает светиться. Такое ощущение, что эта печь печати тянется к источникам энергии. Хочет, чтобы я впитал её в себя. Ящик Пандора. По словам Ли Феи, внутри ящика содержится нечто редкое и ценное, и он был готов заплатить за эту штуку любую цену. Теперь я понимаю, что он говорил при этом не о деньгах. Не знаю, зачем ему надо было открывать этот проклятый ящик, но он явно не сомневался, что тот, кто это сделает, погибнет. Информация, закон Мерфи. И надеется, что у Вавиан есть на это ответы. История ящика Пандоры. Самая ранее известная версия легенд о ящике Пандоры принадлежит Гесиоду. И записана около в 8 веке до н.э. Интересно, знал ли он, чем является этот артефакт на самом деле? Возможно, он создал этот миф специально, чтобы отводить людей от попыток открыть ящик. Вивиан Кейн. Хотя мы еще и не встречались, замечу. Вивиан Кейн. Лифейн настоял, чтобы ее секретарша отправилась со мной для поддержки. Но вскоре она следит, чтобы я не сбежал с добычей. Вивиан стоит из себя холодную деловую даму. Но я уверен, что с ней не все так просто. Может она высшая специальность или сотрудник Интерпола. В любом случае, с ней надо быть настороженным. Ормонт Лифейн. На первый взгляд, Лифейн ничем не отличается от моих обычных клиентов. Богатый, надменный, помешанный на своих дорогостоянных коллекционных нелегальных предметах искусства. Но оказалось, что у него совсем иные планы. Но он втянул в них меня. Надо было доверять своей интуиции и держаться от него подальше. Вот и все. Типа все нормально, видите, типа они идут. Ничего типа не рушат, всех освобождают. Замечу, что это мы еще в музее. Вот меня коснуло. Вот когда излишек, типа, мы не можем пополнить себе хп. Ну вы видите, людишки умирают, все такое. Но игра на самом деле... Вау. Всех поносит вывезти. Ай, ладно, надо бежать. Боже мой, Декард, что это за луч? Выбирайся оттуда, быстрее! Ау. Мне кажется, нужно немного ярче будет сделать. Звук какой-то еще. Я пытаюсь оттуда выбраться. Я пытаюсь оттуда выбраться. Манать. Манать. Ну почему-то нам набит. Нет, нужно быть сильнее. Нужно быть сильнее. О, Боже! Манать. Все равно, как я не играю, мне все равно нравится. Е. Так, получено сообщение. Я не помню. Блин, как оно открывается? Через И. Таб. А. КТРЛ. Блокировка клавиатуры. Я научился взломать все разные замки, но это один из моих любимых типов. Электронный замок. Как правило, таки ставят себе люди, желающие отводить случайного вора. К счастью, они не знают, насколько просто подеть лицевую панель и разобраться с начинкой. Лемей, это минутное дело. Вали, валя от меня. Ну вы видите, какая жопа начинается. Так. Надо энергию поглотить, чтобы отхилиться потом. Ну кровь, конечно, здесь выглядит так себе. Если был бы я ремастер этой игры, я бы сыграл. Хотя, может быть, эту стерию сейчас запишу и посмотрю, может есть. Вот, и с этого момента они начинают. Ну это шоу-па, ребята. Ну если что, ребят, я потом какую-то заставочку добавлю на грифона. Вау, 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 вау. Ладно. А я не помню, я бегать могу или нет. Эхорс, в музее больше нет дороги. Пройдет еще один панель. Встречаемся там. И что происходит? Че? Я просто не мог понять, он со мной разговаривает или нет. Просто бежим. А, тут, если не ошибаюсь, данные можно было собирать. Но они в основном валя... Вот, вот так они лежат. Вот это холодное оружие у нас, и тут одно. Но оно довольно хорошо против начальных врагов. Так, пожарный топор. Громоздкий, но помогает... Продираться сквозь засады и врагов. А если внезапно закончатся патроны. Надо было мне идти в пожарные. Прикольно у них игрушки. А если что, пистолет у нас будет потом дальше. Он тоже будет бесконечный, поэтому я не знаю смысл топора. Ну, топора немного сильнее, чем пекель. Так, перехвачено текстовое сообщение. Итак, я собираюсь уходить. Перехвачено текстовое сообщение. Я выхожу из интернет-кафе, а тут какой-то чертов орел уносит в мою машину. Нужно спрятаться, а не то она за мной вернется. Твари. Грифон. Грифон. Мифический Грифон был благородным созданием с головой и крыльями орла и телом льва. Настоящий Грифон производит скорее устрашающее, чем величайшее впечатление, и больше напоминает стервятника, нежели льва. Задание. Привет, в одном квартале от меня найди меня. Прикольно. Впечатляем в соседнем квартале. Постарайся избегать улиц, пользуясь подземными туннелями. Снаряжение. Ящик Пандоры. Так, обновление в конце. Вот это, короче, обновление, когда типа обновляется какая-то информация. Ящик Пандоры настоящий, но вместо скорби и бедствий, он оказался полон ужасных чудовищ. Кошмар. Теперь я понимаю, почему Лифей не хотел открывать его сам. Информация. Вивиан Кейн. Вивиан встревожена ее... Так, и это нехорошо. Я ей все еще не доверяю, но эти твари стали для нее такой же неожиданностью, как и для меня. У нее есть доступ к информации и вообще вдвое безопаснее, чем одному. По крайней мере, пока не выберемся из Нью-Йорка. А это вторая волна пошла. Манад. Вот это разруха, вы понимаете? Но графоний, мы все равно... Просто идем. Мы про... Это линейная игра. Здесь все... Все было линейно, все задумано, как оно должно было быть. Знакомьтесь, это голем. Если я не ошибаюсь, с головой машины. И он идет на меня. А если я не ошибаюсь, куда мне нужно было бежать? А, он на обход пошел. Ну ладно. Мне же лучше с какой-то стороны пакать. Так, сообщение. Да, это голем. В ев... В еврейской фольклоре голем создается из недушевленных материалов. Например, из глины. Тот, который я видел, был собран из мусора, камней и обломков зданий и машин. Он двигался на пролом и уничтожал все на своем пути. Как вы видите, тут разные фольклоры. То есть, разные механизические монстры. Пусть на самом деле не так уж много здесь. Да, но тут все равно есть такие, знаете, моменты, когда... Да, прыгает он не очень высоко. Так, подожди, найдено... Так, перехвачено текстовое сообщение. Папа, огненный ящик окружили. А, огненный ящик окружили. Папа, эти огромные ящики окружили школу. Мы заперлись в классе, чтобы... Что мне делать? О, пистолет... А у него не бесконечные пули! Ге-ге. А пули-то не бесконечные. А я почему-то думал, что бесконечные пульки. Фу, я понял, это монстр ко мне лезет, это человек. Ну да, Санса все равно очень большая, мне кажется, да? Да, Сансу нужно немножко поменьше сделать. Ну что, бы мне хотелось бы было удобно. Ооо, сколько патронов. Так, пистолет Х-66-2. 9-миллиметровый, производство Течлайн Армс. На самому... Так, на самом убойном... На самое убойное оружие, но все же не с пустыми руками. Пока нет ничего другого. С этим мне лучше обороняться, а не нападать. Патрон 9-мм, устройство, автоматический затвор, используется отдача. Система подачи, обойма, емкость 15 патронов. Да, местечко, ребят, скажу вам, стрёмное. Во время бега прыжок получится более... А, вот бег, наконец, нам дали. Нам, наконец-то, дали бег. Ну, прыгает он довольно... Очень далеко, да? О, сообщение. Броса. А, ну у меня и энергия расходуется намного быстрее. Так, перехвучили на текстовое сообщение. Холли, ты только погляди. Тут везде громадные птицы. Я только что видел, как одна из них вытащила полицейского из машины и сожрала. Что ж... Что же будет дальше? Блин, жалко, что оно сразу пока... Ну, именно сюда не перелистывает, чтобы я смотрел, от кого это. Холли, ты это видела? Или ты это видишь, ладно? А, у меня вопрос, что внизу. Писали на секунду, что я упал вниз. Зараза. Я упал вниз. На... Например. А-а-а-а... Да ладно. Я аж сюда падаю. Когда у него дышка, он не может ни бегать, ни прыгать. Хотя энергия все еще есть. А что это за... Это что за проулок туда вниз? Ладно. Это, если что, мы с этой стороны вылазили сюда. О, типа, видели? Мы сейчас с собой оттолкнули с помощью силы. Вы можете выпускать... Так, накопленную... А не одним залпом. Дважды нажмите F, чтобы ударить аномалию. Ну, блин, ну это, знаете, просто мы отталкиваем от себя всех врагов. Если не ошибаемся, мы их станем. А-а-а, мне по-любому это сделать надо. Ванька, ребят, я думаю, короче, на этом мы с вами закончим. Потому что мы с вами прошли более-менее обучение, так сказать. Это у нас начинается метро. Поэтому метро мы проложим потом. И я как раз посмотрю звук. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.